Называется «Кто такая Александрия Акасио-Кортес? Как попасть из бара в Конгресс США? Плюс один мысли». Политика. Любимое дело занудных взрослых мужиков, которые не любят говорить по делу. Американцы в 2018 году доказали, что избирателям все это надоело. Тогда в Конгресс избрали кучу новых лиц, в том числе из меньшинств. Символом этой волны стала кандидат от 14 округа Нью-Йорка Александрия Акасио-Кортес. Она прошла путь от официантки до самой молодой конгрессвумен в истории США. Да, еще у нее очень высокий актив. Мы с вами сегодня и расскажем. Александрия Акасио-Кортес родилась 13 октября 1989 года в неблагополучном Бронксе. Мать Александрии работала уборщицей и водителем школьного автобуса, отец – архитектором. Когда Александрии было пять, семья потратила все сбережения на переезд в место побогаче – город Йорктаун. Там Александрия пошла в школу и увлеклась микробиологией. Она стала призером глобальной олимпиады Intel ISF, и за это ее именем назвали «Целый астероид». В универе Александрия решила изучать экономику и международные отношения. Она стажировалась в офисе демократа Теда Кеннеди, помогала там мигрантам, которым грозила депортация. Да, она очень хорошо себя зарекомендовала в этом офисе. У нее были хорошие ораторские способности, в общем-то. Она приложила все усилия, чтобы с лучшей стороны себя показать. В 2008 году умер отец Александрии. Ей пришлось долго судиться, чтобы сохранить семейное имущество. Но дом все равно пришлось продать. У семьи были проблемы с деньгами, да и кредит на обучение надо было отдавать. Акасио Кортес вернулась в Бронкс и пошла работать барменшей. Иногда ей приходилось трудиться по 18 часов подряд. Так что о проблемах рабочего класса она знает не понаслышке. В 2016 Александрия помогала компании по выдвижению Берни Сандерса в кандидаты на президентский пост. Сандерс топит за бесплатное здравоохранение и образование, оплачиваемые отпуска, контроль над финансовым рынком и прочие неведомые для США вещи. Таких в Штатах еще называют прогрессивистами. Сандерс отказался брать деньги на компанию у миллиардеров. Он полагается целиком на пожертвования и волонтеров. Идеи пожилого социал-демократа Да, пожертвования, волонтеров, как бы, Сороса, Монсандо. Оказались популярны у американцев до 40. Но Сандерс все равно проиграл демократические праймеры с Хиллари Клинтон. Чем там все закончилось, вы и так знаете. Зато, благодаря компании Сандерса, политикой заинтересовалась молодежь. А еще мигранты, бедные и прочие, оказавшиеся за бортом капитализма. Сторонники Сандерса создали политический комитет Брэнд... Ну, они бы были за бортом капитализма, если бы они в Северной Корее где-нибудь жили, а и на Кубе. ...чтобы помогать молодежи избираться в Конгресс. Габриэль Акасио-Кортес ради смеха выдвинул старшую сестру. А та возьми да согласись. Вот это поворот! Так в 2017 году Акасио-Кортес оказалась в списке кандидатов в парламент от демократической партии. Не, ну слушайте, она подходит по всем критериям. Потому что, во-первых, она женщина. Во-вторых, она латиноамериканка. То есть она к меньшинствам принадлежит. И в-третьих, она невероятно умна. То есть у нее как бы... У нее очень высокий интеллект, понимаете. То есть она обладает другими очень полезными навыками в политике. Вот. ...главная гонка. Ей предстояло побороть однопартийца Джозефа Кроулю в праймерис. Тот просидел в Конгрессе почти 20 лет. 14 из них у него вообще не было конкурентов внутри партии. Александрея сделала ставку на прогрессивную платформу. Пообещала рубиться за обычных американцев. И деньги у корпораций тоже брать не стала. А стала просить их у избирателей. Да, за обычных трансгендерных американцев. Бюджет ее компании составил 300 тысяч долларов. В 10 раз меньше, чем у Коули. Акасио Кортес и ее команда работали с электоратом напрямую. За год они совершили 170 тысяч звонков. Отправили 120 тысяч смс-ок. Обошли больше 110 тысяч... Блин, прям как Юниман. Но у Юнимана не прокнет, скорее всего. ...сети тысяч жилищ. Александрея общалась с избирателями лично. Ее протертые насквозь кеды времен кампании сейчас выставляют в музеях. И сработало! Александрея одолела четвертого по могуществу демократа в Конгрессе. Результат выборов был предопределен. Акасио Кортес буквально смела республиканца Энтони Папаса. Одной из первых инициатив Акасио Кортес на посту стал так называемый «Новый зеленый курс». Документ предлагает сократить выбросы США в атмосферу на 40-60% к 2030 году. А к 2050-му вообще от них избавится. Она борется за... Это гениально. Я прямо, знаете, у меня скупая мужская слеза сейчас стекает по щеке. То есть это настолько великолепно, что она предложила. Главное, очень реалистично. Ну как разносит? Ну в каком-то смысле, да, можно и так сказать. Как можно, как можно. Такую прекрасную женщину великолепную сравнивать с Гитлером. Это же ужасно. И ничего же общего нет. Я надеюсь, да, что она станет президентом США в какой-то момент. Она будет первая женщина президента. И последняя. Нет, надеюсь, не последняя, конечно. Просто дело в том, что там дальше могут США закончиться. Сегодня защитница простых американцев носит костюмчик от Прадо за несколько тысяч долларов и сережки с бриллиантами за более чем 10к. Не, ну, это ты завидуешь просто. Ты бы тоже хотел такие сережки и платья, но видишь, у тебя денег нет. А все потому, что ты вот себя не зарекомендовал с лучшей стороны, понимаешь. То есть, как бы... Сколько у тебя... Ладно, не вне будет. Это слишком пошло. Там была шутка про рабочие отверстия. Нет, пожалуй. Пожалуй, я не буду так шутить. Ну, вообще, речь шла про отверстия в избирательной урне. Спасибо, Алексей Леонидович, спасибо, ты, солнышко. Ну, а ты просто завидуешь великой женщине. И заходи на сайт Плюс Один. Там тоже много прогрессивного. Да. Прогрессивное — это самое главное. Особенно, когда леваки решают, что является прогрессивным, а что нет. Так.